Что если я скажу вам, что в 2024 году существует лучший ремастер классической игры в истории? А если добавлю, что он продолжает развиваться и обрастать контентом? И для финального удара совершенно бесплатен для владельцев оригинальной игры. Как вам такое предложение? Легендарный для всех фанатов градостроев Цезарь 3, даже сейчас, благодаря невероятным трудам сообщества, играется куда интереснее многих современных проектов в жанре. И сегодня я вам расскажу, как так вышло. Начнем с краткого экскурса в историю и поговорим о том, почему Цезарь 3 заслуженно с любовью вспоминают фанаты и очень многие перепроходят его снова даже спустя десятилетия. А также расскажем вам о том, как же он выглядит в современных реалиях и почему он невероятно крут. А вы, Квериты, на связи XDelayed, и мы продолжаем рассказывать вам о старых и новых проектах игровой индустрии. И делаем это благодаря уважаемым Патрициям, поддерживающим нас на Бусти, Ютубе и Патреоне. Первая причина популярности Цезарь 3, конечно же, в том, что все мужчины и даже некоторые женщины постоянно думают о Римской империи. Мы даже недавно выпустили видео на эту тему, которое вы можете глянуть по ссылке в описании. Тематика Рима вообще очень популярна в медиасфере. От культовых фильмов и сериалов до легендарных стратегий вроде Total War Rome. Можно также пойти дальше и утверждать, что влияние Рима на нашу культуру огромно от языка и различных терминов до судебной и политической системы. В общем, римский сеттинг многие любят, и это сыграло свою роль в популярности Цезаря 3. Значительный плюс игры — масштаб. В игре все же ощущается, что ты строишь настоящий римский город, а не какую-то захолустную деревню на окраине. Современные игры слишком часто эксплуатируют систему, подобную баншт. Микроменеджмент населения, когда каждый житель — личность, что создает ощущение скорее отыгрывания менеджера в компании, а не архитектора целого города. В Цезарь с этим все в порядке. Смотреть за тем, как горстка палаток со временем превращается в многоэтажные инсулы, окруженные термами, библиотеками и массивными амфитеатрами, чертовски захватывает. Отдельного внимания заслуживает система работы обслуживающих зданий. Возможно, только меня всегда раздражало, что в других городостроях города строятся в основном по прямым линиям, а обслуживающие здания охватывают круглые зоны. Это ж так весело — вписывать квадраты в круги. Тут же используется совершенно другая уникальная механика. Бродячие специалисты или, как их называют, волкеры. Идея в том, что из каждого обслуживающего здания выходит человечек и гуляет мимо домов. Префект проверяет дома на предмет пожароопасности, инженер — на опасность разрушений, врач следит за здоровьем, дома с рынка разносят продукты и так далее. В изометрических играх такой подход гораздо более удобный, чем вписывать круги в квадраты. Как бы сильно вы не любили Анна, но все страдали, впихивая здания в зону обслуживания профсоюза. Да и просто приятно наблюдать, как жители разных профессий гуляют по городу и комментируют обстановку. Миссии игры построены на создании вполне реальных римских городов, многие из которых до сих пор существуют. Например, Медиолан — современный Милан, или Лугдунум — современный Леон. Я думаю, вы все догадались, какой современный город прежде звался Лондинин. Игра приведет нас через разные периоды римской истории, от пунических войн до завоеваний Британии и походов в земли готов. Кроме того, в игре есть и боевая система, хотя она, конечно, далека от РТС, но все-таки у вас будет возможность управлять своими легионами и даже схлестнуться с армией Ганнибала Барки и его слонами. Миссии поделены условно на мирные и военные. При этом это совсем не означает, что в мирной миссии совсем не будет атак. Обычно просто в мирных миссиях они реже и менее масштабные, но требования к показателям города выше. Показатели города наряду с населением — это основная задача каждой миссии. Скажем, построить город с населением в 5000 человек — несложная задача, но добиться при этом высокой культуры и процветания — уже куда более комплексная цель. Дополнительную сложность обеспечивают доступные товары и торговля. Скажем, мирный город, который может торговать дорогостоящим оружием — несложная задачка для построения эффективной экономики. Но если для торговли доступны только дешевые базовые ресурсы, это уже совершенно иной расклад. И, конечно, отдельная боль для игроков — бесконечные просьбы Цезаря. То ему железо подает, то масло оливкового, то и вовсе придется прислать свои войска в другой римский город на подмогу. А если разозлить Цезаря, игнорируя его просьбы или слишком активно растрачивая средства, он пришлет к вам свои легионы. В общем, если вы не хотите закончить свой путь у Веслана Галерии, то лучше не игнорировать вашего босса в столице. Музыка в игре тоже выше всяких похвал. Это один из тех саундтреков, которые приятно просто включить на фоне отдельно от игры. Кроме того, фоновая музыка меняется в зависимости от масштаба вашего города, становясь все более эпичной. Ну и озвучка в игре тоже чертовски мемная. Послушайте этого парня, который мечтает стать укротителем львов. Я слышал, здесь полно работы. Я хочу быть укротителем львов. Или ребенка, которого мадам Срынка запрягла таскать ее товары. Вон та толстая женщина велела мне взять это и идти за ней. И я просто обожаю эти анимированные вставки в игре, особенно с Цезарем-алкоголиком. Мои правители считают, что деньги растут на деревьях. Но классический Цезарь 3 образца 98-го года все же не был лишен недостатков. Некоторые из них будут исправлены в последующих играх серии. Например, в Фараоне появятся дорожные указатели, роудблоки, которые помогают вашему обслуживающему персоналу не потеряться в огромном мегаполисе. В Зевсе игра обрастает более комплексной механикой дипломатии и общим пулом рабочих. Хотя главной болью в Цезаре был недостаток контроля рынков, складов и амбаров. Это делало логистику очень непростой задачей в игре. Пожалуй, самый популярный случай – проблемы с вином. Самый высокий уровень домика простого плебса – Большая Инсула. Если ее обеспечить вином, то она превратится в виллу, и туда переедут патриции. И штука в том, что патриции вообще не работают, хоть и платят огромные налоги. Одна бестолковая торговка с рынка может донести в ваш рабочий район вина, и город лишится сотен рабочих рук. Такие вот в игре случались казусы. Суммируя, классический Цезарь – очень комплексный, качественный градострой. Будущие игры серии добавят к базовым механикам множество деталей, которые улучшат качество и закроют различные пробелы. Я, конечно же, говорю о следующих играх серии от Impressions Games, получивших более общее название City Building Series. Фараон в египетской тематике Zeus, Master of Olympus, отправляет нас в Древнюю Грецию, а Emperor Rise of the Middle Kingdom перенесет нас в историю Китая. Кстати, пишите в комментариях, какая игра серии ваша любимая. Настало время поговорить о том, что же сделало сообщество с древним Цезарем 98-го года. Раньше, если вы хотели поиграть в Цезарь, найти хотя бы HD-патч, да еще и с переводом и с любимой вами озвучкой, которых было несколько, было около невыполнимой задачей. Многие игроки познакомились с Цезарь 3 в раннем возрасте в конце 90-х – начале нулевых годов и возвращались к игре регулярно. Но в конце нулевых – начале десятых годов волна переизданий еще не захлестнула игровую индустрию и не было никакой надежды, что после множества слияний и поглощений текущие владельцы прав на Цезарь Activision будут ими заниматься. И в этом месте начинается история воскрешения игры с самыми обычными игроками. В 2007 году Сергей Делеранг, для которого Цезарь в свое время был первой игрой, начинает свои эксперименты. Начиная с модификации текстур игры, он шаг за шагом восстанавливает ее исходный код и логику. Это была непростая работа, в те годы не было сотен блогов и видео о таких непростых процессах, как реверс инжиниринг. Все, что у тебя в наличии – твой компьютер, исполняемый файл игры и усердие. В 2014 году проект вышел под именем Цезарь Ай-Эй в Стиме, на Гитхабе, Битбакете и других ресурсах. Реакция комьюнити была просто взрывной. Множество восторженных отзывов на всех ресурсах и даже множество предложений о работе. Но это история с печальным финалом. После жалобы Activision, как владельца авторских прав, проект был забанен. Они посчитали проект коммерческим, потому что автор забирал донаты. Ушло долгих шесть лет на урегулирование спора и в итоге в 2020 году аккаунт разбанили. Но к тому времени Сергей уже долго и успешно работал в геймдеве и к проекту интерес потерял. Следующий проект не постигла такая печальная судьба, и именно он стал основой всего для современной версии Цезарь 3. Автор проекта Джулиус Бьянко также впервые встретилась с игрой еще в детстве, в 99-2000 годах. В 2009 году Бьянко занималась созданием различных утилит для градостроительных игр. В те годы она использовала Linux как свою основную рабочую систему, и простая мысль, было бы круто запускать любимую игру без эмулятора, стала тем первым шагом, который приведет в дальнейшем к созданию Джулиус. Задача состояла полностью воссоздать оригинальную игру и не добавить в нее новых багов. Это удалось сделать и даже по пути исправить известные баги, вроде «Столетних призраков» или «Безумной волны иммиграции на высокой сложности». Долгие годы Бьянко работала над проектом только для себя и впервые выложила его на GitHub в 2017 году. Это событие прошло очень тихо, и фидбэка от сообщества толком не было. Но спустя два года, в 2019-м, благодаря различным видео на YouTube, проект стал вирусным. По счастливому стечению обстоятельств, именно в это самое время Бьянко находилась в отпуске без доступа компьютеру. Увидеть тонны баг-репортов, комментариев, запросов на различные изменения было огромной неожиданностью. В данный момент «Джулиус» — это полностью завершенный проект. Он позволяет вам играть в «Цезаре» в нормальном разрешении на любой операционной системе, и, что самое важное, при должных знаниях и желаниях вы можете самостоятельно его использовать, чтобы внести в игру любые изменения. И вот, после успешного релиза, набравшего популярность проекта «Джулиус», в 2020 году к делу подключается Керри. Игра в «Джулиус» мод после оригинального «Цезаря» была настолько приятным опытом, что мне захотелось дать ей второй шанс. И я это сделал. И это вдохнуло новую жизнь в игру. Примерно так Керри описывает свою мотивацию. Вначале создателю Агастас было просто интересно добавить в игру свои небольшие хотелки и улучшения. Тем более, что «Джулиус» был написан очень качественно, и в него было комфорто вносить изменения. Но интерес сообщества к проекту рос очень быстро, и также быстро к проекту подключались новые люди. Так мы пришли к тому, что имеем на текущий 2024 год. У нас есть очень качественное переиздание изначальной игры «Как есть», «Джулиус», и невероятно глубокое и интересное развитие изначальной игры в виде Агастасмода. Сообщество не просто исправило классические проблемы и баги игры, но и дополнило игру просто огромным количеством механик, которых ей так не хватало. Причем огромное количество вещей можно тонко настроить под себя. Скажем, вам не нравится играть с общим пулом рабочих, или вы не хотите видеть на карте бесконечно размножающихся волков. Все в ваших руках. Просто оцените количество различных внутриигровых настройок. И перед тем, как рассказывать вам о различных нововведениях в игре, напомним, что ссылка на модификации есть в описании, как для текущего стабильного релиза, так и для текущей бета-версии мода. Не забудьте досмотреть видео, прежде чем окунуться в воскрешенную версию Цезарь 3. Первые важные изменения касаются логистики. Все эти подростковые болезни классического Цезаря, которые убрали в последующих играх, теперь доступны вам и в Цезаре. И даже больше. Полный контроль работы складов, амбаров, рынков и доков. Последний можно настроить как на города, с которыми торговать, так и на конкретные товары. И даже этого показалось разработчикам мало. Для лучшей логистики в масштабных городах добавили специальный домик перевозчиков, которые будут заниматься исключительно доставкой товаров из пункта А в пункт Б. Для массивных карт, где, к примеру, плодородная земля очень далеко от пространства, удобного для постройки районов, это просто находка. Также в игру добавили широкие мощеные дороги, по которым все жители примещаются значительно быстрее. У различных производств появились дополнительные настройки, позволяющие регулировать, отправлять ли товар на другие производства или только на склад. Я думаю, те, кто помнит, что в качестве роутблока в оригинальной игре мы использовали громоздкие ворота, порадуются появлению нормальных дорожных указателей. И более того, вы можете в том числе управлять ими, указывая, кого они будут или не будут пропускать. Пожалуй, это одна из моих любимых функций. Для фанатов Зевса тоже есть подарок. В настройках теперь можно включить или отключить общий пул рабочих. Скажите нет дурацким палаткам на отшибе. И хотя я сам предпочитаю классическую систему, так как мне всегда интересно планировать свой город с учетом доступа производственных зданий к жилым кварталам, я все равно часто использую эту функцию. Некоторые сумрачные гении редактора карт создают настолько мудреные карты, что без этой функции справиться почти нереально. Немалые изменения можно найти и в интерфейсе. Теперь все важнейшие показатели города можно увидеть прямо на основном экране, как и запросы от Цезаря, где сразу же с главного экрана есть возможность приказать товар складировать или отправить его напрямую Цезарю. Тут же можно менять настройку скорости игры, видеть недовольство или благословение богов и информацию о готовящемся вторжении. Графически игра не отличается от оригинала, что, как мне кажется, фанатов игры вполне устроит, так как и оригинал смотрелся очень комфортно. Но помимо поддержки различных разрешений нам добавили и зум. Этого сильно не хватало в оригинальной игре, особенно на крупных картах. Но давайте поговорим и о новом контенте. В игру добавили множество различных новых постройок и ресурсов, к примеру, золотые шахты, монетные дворы, производство добывающей камень и песок, производство бетона. И добавлены они не просто так. За этим стоит другая очень масштабная и крутая механика, которой не было в Цезаре, но которая была в последующих играх. Монументы. При этом данная механика скорее похожа на аналогичную в Зевсе или Посейдоне. К примеру, у нас есть полный комплект великих храмов. И каждое божество дает вам свои особые уникальные бонусы. К примеру, Нептун защищает ваши корабли, и сам храм действует как резервуар с более широкой областью действия. Меркурий поможет вам с торговлей, а Церера благословит ваших фермеров и они будут лучше работать. Но количество великих храмов на каждый город ограничено, поэтому выбирать стоит аккуратно. Впрочем, вы можете сами изменить это в настройках. К монументам в том числе относятся и новые постройки, улучшающие торговлю. Маяк и караван-сарай. Все они требуют огромного количества ресурсов, а также функционирующую гильдию инженеров и рабочий лагерь. Помимо этого, и некоторые классические постройки теперь относятся к монументам, хоть их стоимость и осталась прежней. К примеру, большие храмы и оракулы все также требуют нескольких единиц брамора, но для их создания вам все равно надо задействовать инженеров и рабочих. Колизей и ипподром тоже переехали в разряд монументов. Эти величественные развлекательные здания, помимо прочего, имеют и новые механики, связанные с проведением грандиозных шоу. Ну а на замену их изначальной функции в игру были добавлены арены и кабаки. Культура в игре тоже была ощутимо переработана. Теперь, при наличии достаточного уровня привлекательности в районе, культурные постройки, такие как театры, школы и библиотеки, превратятся в улучшенные версии себя и будут обслуживать большее число людей, увеличивая тем самым рейтинг культуры. Скажите «нет» старым добрым районам с бесконечными театрами и школами. Переработана была и система здравоохранения. У чумы теперь есть конкретные причины и она развивается постепенно. Вы можете этот процесс замедлить или совсем свести на нет не только клиниками и банями, но и разнообразием пищи, которой питается ваш народ. Военную систему тоже обогатили. Форты и башни теперь требуют деньги на содержание, а солдат придется кормить, для чего появилась специальная постройка. Ну и разнообразие в военные домики тоже привнесли. Теперь у нас есть обычные деревянные чистоколы и дозорные башни. Моя любимая часть в таких играх — декоративные постройки. Помимо чисто практической цели в игре увеличивать престижность района, она играет и эстетическую функцию. И этого добра нам выдали из Ариадана. И что важно лично для меня, новые декорации прекрасно и органично вписываются в оригинальную графику. Теперь вы можете не просто расставлять сады, но и высаживать конкретные деревья, которые вам нравятся. Декорации обзавелись множеством новых статуй, обелисков, декоративных заборов. Кстати, последние создают небольшие арки или ворота, пересекаясь с дорогой, и могут также функционировать, как роудблоки. В общем, у вас теперь в руках все инструменты, чтобы сделать ваш город по-настоящему уникальным. Честно говоря, я не представляю, как перечислить вообще все изменения модификации. Каждый релиз стабильной версии мода включает в себя изменений больше, чем сценарий для этого видео. Но еще одну важную вещь я все же обязан рассказать. Огромные изменения претерпел редактор карт. Теперь можно менять карту Империи, настраивать ограничения по времени для миссий, добавлять различные пользовательские события, вносить различные ограничения по постройке и многое-многое другое. И это, в свою очередь, дало зеленый свет сообществу, чтобы создать огромное количество новых карт и сценариев. На сайте сообщества фанатов Сифри Хевенс вы можете найти внушительное количество карт на любой вкус. Какие-то интересны, как сложный челлендж, какие-то просто обладают оригинальным дизайном или описывают реальные римские города. Ссылочку мы тоже добавили в описании к этому видео. И если вам вдруг этого показалось недостаточно, чтобы залипнуть в любимый градострой детства, недавно вышла в релиз полностью переработанная компания оригинальной игры. Помимо того, что она более сложная, нежели оригинал и рассчитана на игроков, у которых уже есть опыт, она еще и использует новый функционал Augustus по полной. В миссиях вы найдете новые ресурсы, новые задачи и также дополнительные вызовы, непосредственно влияющие на игру. Я сам планирую окунуться с головой в эту новую компанию и пройти каждую ее миссию. Это определенно настоящий подарок для фаната. Важное уточнение. Компания рассчитана на текущую бета-версию модификации, так как использует многие функции, которые еще не вошли в стабильный релиз. Со всеми этими новшествами и тем внушительным количеством пользовательского контента, что был создан сообществом для игры, Цезарь 3 даже сейчас в 2024 году выглядит как шикарный городостроительный проект. Он во многом превосходит даже недавний официальный ремастер Фараона, а уж контента к нему гораздо больше. Если вы фанат жанра, но уже порядком утомились от бесконечного переосмысления дейбаниш в современных проектах или от неудачных попыток воспроизвести всю красоту и масштаб оригинальной серии, то для вас выход есть. Просто играйте в Цезаря. В текущем виде Augustus мод исправляет все болячки оригинальной игры и дополняет ее всеми необходимыми для современных игр жанром механиками и quality of life изменениями. И все это вы можете получить за внушительные 0 долларов 0 центов, если не считать стоимость основной игры. Это ли не подарок для настоящего фаната олдскульных градостроев. Пишите, что вы думаете касательно Цезарь 3 и модов к нему. Команда XDelayt выражает огромную благодарность уважаемым квиритам, которые продолжают поддерживать нас на Boosty, Patreon и YouTube. А я желаю вам провести много отличных часов в роли нового губернатора римского города. И до встречи в следующих видео.